Последние дни в Изумрудной долине особенные. Вечером после работы нескончаемой чередой сюда едут горожане. Редким чудом природы любоваться. 18 июля на этом небольшом водоеме распустился первый лотос. Сегодня цветков десятки. Это нужно для того, чтобы отдыхающие вообще могли посмотреть красоты наши. То есть представить, то есть здесь парк он не только наш исторический, но и ландшафтный. И то есть хотелось, чтобы люди могли приехать и посмотреть все разнообразие нашей дальневосточной природы. Он необыкновенный, ароматный и очень красивый. Дальневосточный лотос или лотос комарова произрастает только на Дальнем Востоке. Растение занесено в Красную книгу. Совершенно неприхотлив. Главное побольше чистой воды. И постепенно он оккупирует всю территорию. Здесь очень много андатора. И получается, что здесь как бы естественно, практически мы не вмешиваем, естественно идет процесс прореживания. Это во-первых. И во-вторых, наверное, можно обратить внимание, что он такой вот полоской. И здесь видно у нас проходит ветра, и они, видно, вымораживают, скорее всего. Существует три разновидности лотоса – розовый, желтый и белый. В перспективе руководитель парка планирует заселить их все. Места много, водоемов предостаточно. Это озерцов цвету уже семь лет. Начинали с маленького островка. Пик отцветения, когда распустится большая часть цветов, здесь ожидают в начале августа. Но продлится он недолго. Пять дней нежные цветки украшают местную природу. После лепестки осыпаются. Такой короткий срок отведен природой этому цветку, который необходимо оберегать, холить и лелеять. Жителям Уссурийска повезло. Нам не нужно ехать за тысячи километров, чтобы полюбоваться на это чудо природы. Красота она здесь, рядом. Такая доступная и такая недосягаемая. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.